МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире время новостей МИАС. С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Валентин Эфимов. Наживились. В МИАСе участились случаи краж и грабежей. Воров интересует все. Деньги, еда, продукты. Подробнее о происшествиях расскажем далее. В один день две кражи. В два часа дня в районе Победы 33-летний мужчина украл у своей матери ноутбук. Компьютер он сдал в комиссионный магазин за 5 тысяч рублей. Известно, что за такую цену ноутбук быстро выкупили. Мужчина ранее судим. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде. Второй случай произошел в одном из супермаркетов города. Там неизвестный ограбил молодую женщину. Из ячейки камеры хранения магазина «Пятерочка» пропало личное имущество, а именно продукты питания гражданки 1983 года рождения. Ущерб составил 2 тысячи рублей. Приметы вора. На вид 40 лет. Рост 170-175 сантиметров. Среднего телосложения. Был одет в черную куртку, черную вязаную шапку, черные штаны и темные ботинки. Всем, кому что-либо известно о преступнике, следует обратиться в полицию по номеру 02. Еще одна кража произошла 19 января в салоне сотовой связи. Около 16.00 в салоне сотовой связи у гражданки 1990 года рождения пропал кошелек с деньгами. Ущерб 15 тысяч рублей. По всем трем случаям возбуждены уголовные дела по 158 статье Уголовного кодекса. Кража. На спортивный интерес. В ФОКе сегодня прошла игра. Соревновались между собой команда воспитанников детского дома и отдела МВД. Главная задача мероприятия, конечно же, популяризация здорового образа жизни. На площадке спортивного комплекса сегодня собрались воспитанники специального детского дома. Ребята играли в футбол против сотрудников полиции. Матч проходил по всем правилам. О целях спортивного мероприятия и о периодичности проведения игр нашей съемочной группе рассказал начальник подразделения по делам несовершеннолетних Нурхан Сиилов. Данное мероприятие направлено на оздоровление и на пропаганду здорового образа жизни среди населения и в особенности несовершеннолетних. Такие мероприятия проводятся фактически ежемесячно. То есть согласно плану отдела МВД. В спортивной битве командам помогали представители добровольной народной дружины «Гроза» и общественного совета при ОМВД по городу Мяс. Организаторы игр говорят, что особенностей при проведении матчей с воспитанниками детского дома нет. Главное – пропаганда правильных ценностей. Воспитанники детского дома привлекаются чаще всего на такие мероприятия для профилактической работы, для предотвращения попадания детей в какие-то сложные жизненные ситуации. Проводятся эти мероприятия для ориентирования на здоровый образ жизни, для того, чтобы ребенок имел ценности, которые подходят к лучшим правилам поведения людей в жизни. По завершении матч стал носить звание дружеского, ведь команды воспитанников детского дома и отдела полиции забили одинаковое количество мячей друг к другу по восемь. В администрации прошла комиссия по социальным вопросам. Народные избранники рассмотрели тему поддержки спортивной жизни города, поговорили и о выделении жилья для людей с хроническими заболеваниями. Открылось заседание с вопроса о садовых участках для специалистов здравоохранения. Разместить их предполагается в районе поселка Динамо. Сейчас ведутся работы по внесению изменений в генплан. Депутаты взяли на контроль сроки и ход исполнения. Обеспечение жильем граждан, страдающих хроническими заболеваниями – второй вопрос заседания. За последние два года данные категории лиц выделили 12 квартир. Всего 45 граждан состоят на учете в жилищном отделе, страдающих хроническими заболеваниями, которые пользуются правом на внеочередное выделение жилья. За 2014 год мы выделили 6 квартир, за 2015 год выделили также 5 квартир. В текущем году для реализации этой программы выделено 6 миллионов рублей. Это позволит приобрести жилье еще семи миассам. А управление спорта – в поисках инвестора и средств. Поддержка нужна залу для занятия подзюдо. Его планируют открыть в бывшем здании молочной кухни на строительном поселке. И сейчас прорабатывается вопрос, там несколько вариантов. Поиск инвестора – это одно. И второе – попадание в областную программу, опять же, на областную субсидию, в программу развития физической культуры и спорта Челябинской области на 2015-2017 годы. Полная стоимость работ оценивается в 5 миллионов. При благоприятном стечении обстоятельств начать ремонтные работы удастся не ранее 2017 года. Сегодня свой 45-летний юбилей отметил детский сад номер 16. Первая группа была набрана в далеком 71-м году. Детский смех и топот ног не умолкают в этом здании и по сей день. Каждое помещение, как и любой наш дом или квартира, имеет свой собственный запах. В детском саду номер 16 пахнет свежестью, начищенными полами и спеченными булочками. Здесь по-домашнему тепло и уютно. Здание, конечно, не новое, только представьте ему 45 лет. Но ни один шовчик на потолке или стене не выдает возраст здания юбиляра. В детском саду сегодня не умолкает музыка, слова благодарности и поздравления. Вы и ваш коллектив – невероятные люди, которые не скупятся на свою доброту, любовь и щедрость. И от всей души, от имени Управления образования, я хотела бы поздравить вас, ваш коллектив, с вашим маленьким юбилеем. Пожелать вам процветания, пожелать вам удачи и сохранить вот эту вот искру душевной теплоты в своем сердце еще на долгие-долгие годы. 45-летний юбилей здесь отмечают с творческим размахом. И, конечно же, главное украшение праздничного мероприятия – выступление маленьких воспитанников садика. Души праздник, день рождения, отмечает детский сад. И сюда повеселиться, мы поздравим всех ребят. Поздравляем, поздравляем, день рождения, детский сад. Конечно же, хочется поздравить всех сотрудников, которые работают на сегодняшний день. Кто работал, они также присутствуют у нас на нашем празднике, с нашим юбилеем. Пожелать творческих успехов. Детство никуда не уходит, оно живет здесь. Познает окружающий мир, осваивает первые уроки доброты, учится дружить. Оно здесь счастливое. И это могут подтвердить 170 воспитанников детского сада. Сканы времени. В Доме народного творчества открыта необычная фотовыставка. В галерее представлены снимки города и его жителей в тяжелые 90-е годы. Историю создания фотографий выясняла Наталья Русина. Человеческая память – инструмент крайне несовершенный. Руководствуясь этим фактом, Александр Мизуров решил напомнить мясцам об их жизни и жизни города в кризисное время. Последние десятилетия 20 века для всей страны были переворотными. А Александр Мизуров к тому времени был уже опытным фотографом. Фотографию занимаюсь очень давно. Это началось все со школы, если посчитать, то больше 40 лет. Здесь на выставке представлен только, скажем так, журналистский период моих занятий фотографии. Это 90-е годы, бурные. На открытии экспозиции собрались друзья, коллеги и просто неравнодушные люди. Идея подобной выставки пришла к Александру Мизурову давно. Но воплотить ее в жизнь удалось только сейчас, благодаря технической поддержке Петра Правдина. Его фотограф взял в соавторы. Но больше усилий приложил сам Александр Мизуров. С нашей съемочной группой фотограф поделился историей снимков. Когда-то это было обыкновенной моей работой. Но не все, конечно, обыкновенной работы. Кое-что ездил я в старый город, не по работе снимал. Но в основном была это, конечно, работа, съемка митингов, выдача ваучеров, ГКЧП и прочие все вещи. Все это было снято для газеты. Но все это ушло в архив. Сейчас вот, мне кажется, интересно посмотреть всем, вспомнить, что было 20 лет назад. На выставке присутствовал и глава города Геннадий Васьков. Он по достоинству оценил работу миасского фотокорреспондента. В 90-е годы, это все-таки какая-то такая особенная эпоха в развитии истории страны нашей, города нашей. И небольшие, когда некоторые, когда это уже дороже, в первом сезоне, они действительно, это всегда, как самая всегда, умная. Очень только в голове, в момент, в момент, в момент, в момент, в который может обычному взгляду обычного человека, бывать, я так скажу, не всегда и применен. Часть снимков после закрытия фото-выставки будет передана лично Геннадию Васькову. Он даст распоряжение, чтобы их разместили в стенах администрации города. А пока экспозиция располагается в Доме народного творчества по адресу Донская, 15. Выставка продлится до 6 февраля.